привет друзья вот дорисовываю картину которая называется пианист 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 но совсем других тонах чем обычно я рисую боюсь даже курточку расстегнуть потому что желтый свет и он заслонит вот эти все цвета желтые но я сяду как обычно отодвину картину посмотрите как получается смотрите какой цвет ну посмотрим там еще надо кое-что доделать обычная картина пишут долго это я сделал за одну ночь надо еще доработать я ее сюда поставлю что я чтобы я был видел хорошо потому что я хочу сказать во первых болею за белоруссию как наверно многие болеют и там наша наташа в белоруссии кузьмина а я сейчас доделаю книжку ну в общем все будет супер потому что я там сделаю главу почему у нас так в мире нету во всего человечества сегодня образа будущего но условия то изменились и какое главное качество у человека должно быть и когда его на работу принимают какая наука должна быть который нету не в образовании не в подборе кадров не в системе подготовки педагогов или врачей которая испарилась испарилась наука о человечности потому что она ну как бы отдана на откуп совсем другие системы вот наука о человечности потому что без науки о человечности без определения критериев но как например вы на работу устраиваетесь и там должен быть списочек критериев чтобы точно понимать вы какой хороший человек или безответственный в том смысле что вот ученые создают какие-то там изобретения без некоторой ответственности необходимой чтобы видели дальше своего носа к чему это может приводить вот у меня знакомый был друг паламышев его сейчас уже нету шуткинском училище вел занятия куда он меня и пригласил и светушев познакомил я там обучал будущих актеров и паламышев его брат был оказывается в америке он уехал до но в америке в америку и там значит он там большой ученый был не паламышев рассказывал интересную историю что его там по работе дали задачу чтобы он разработал оружие для разгона демонстрантов но он человек был с душой и поэтому он ничего такого не смог изобрести кроме как создал такое оружие как большие мынные пузыри ну вот видите как оказывается имеет значение изобретатель ты художник ты писатель ты руководитель ты тем более если президент государства конечно нужно чтобы была наука такая о человечности потому что даже вот местные советы там когда общественников лидеров мнения и так далее выбирают и он становится номенклатурной единицей который управляет другими да ну как-то продвигается по карьерной лестнице там совсем другие законы там совсем другие законы а вот надо чтобы человечность постоянно присутствовала чем бы вы ни занимались бизнесом архитектурой и так далее вот оказывается на самом деле вот книжка была выдающегося автора курта ванегота курт ванеготка колыбелька кошки колыбелька для кошки и там значит чем занимался изобретатель атомной бомбы когда ее бросили на хиросину вот эта книжка этому посвящена колыбелька для кошки рекомендую гениально совершенно книжка и там она в этой книжке пишет что оказывается ну это может вымысел может нет но гениальная книжка оказывается автор атомной бомбы тот день когда бромбу бросили на хиросину сидела играл там колыбелька для кошки это ниточки такие вот я помню бабушка мне показывала тоже вот так вот делаешь как так да но дети раньше игрались в это и оказывается автор атомной бомбы в это время просто сидел игрался в этот колыбельку для кошки ответственность за поступки за свои деяния вот сахаров у нас тоже уже как сначала хотела чтобы даже где-то на полюбюро или где-то докладывал я не помню конкретно эту историю на это факт что он предлагал атомную бомбу сбросить на америку уничтожить америку но почему он это предлагал потом же мы узнали что он очень человечный человек оказывается время было такое он был забит этой пропагандой что американцы собирается на нас немедленно напасть и вот он предложил сделать эту защиту а потом когда он разобрался в ситуации он тогда стал борцов за мир а сейчас вот именно разобраться можно лучше потому что сегодня уже другие условия сегодня быть человеком тоже можно быть большим количеством случаев как говорится в своих поступках потому что у нас сегодня уже есть интернет которую тогда не было и сегодня нас не могут вот так вот прямо прессовать пропаганды можем где-то искать в интернете что-то находите думать размышлять потому что мыслящий человек он всегда сопоставляет сравнивает анализирует разные источники и вот я что хотел важное сказать мне часто спрашивают а какой мне приемы использовать по ключу там же у нас десятых приемов и больше самых разных приемов я хочу сказать главное сам принцип подбора путем перебора это принцип проб и побед я раньше говорил принцип проб и ошибок а мне сегодня дима мой друг он сказал проб и побед мы правильно да сам процесс подбора путем перебора индивидуальных действий которые синхронны вашему текущему состоянию то есть тех приемов которые вы делаете легко легко входите в ритм легко они автоматизируются будь то приемы левитации или приемы повторяемых механических движений когда вы входите в авто темп сам процесс перебора вот что важно внимание развивает креативную способность мозга творческие качества потому что их жизни вы всегда все перебираете сравниваете и вы чаще всего находите то где вам легче приятнее комфортнее там где вы тратите меньше энергии вы туда и стремитесь то есть вы стремитесь сюда и вы больше получаете удовольствие любимому делу к любимой музыки любимому человеку ну где вы больше удовольствие получаете так вот сам процесс подбора путем перебора приемов которые снимают напряжение и вы выходите в этот такое ресурсное состояние когда состояние внутренней свободы сам процесс развивает интуицию смекалку до способность находить сложных ситуациях неординарное решение вот что это очень важно я это хотел сказать ни в одном методе мира этого нет что сам процесс подбора индивидуальных приемов и нет нигде критериев о которых я говорю и самое главное что ты сохраняешь себя человеком чем бы ты не занимался вот это интересно очень интересно а кто мог такой метод создать каждый человек рисует свой условно говоря автопортрет чем бы он не занимался он пишет стихи и там или рисует картины это пишет музыку невольно на себя пройти если так сильно приглядеться мы увидим что все пишут автопортрет кто может создать такой метод человечные которые простой и одновременно развивая человеческие творческие качества самые главные качества потому что мы же говорил чем отличается человек способностью любить сопереживать это вечные ценности способностью сотрудничать способностью созидать вот эти самые вечные ценности мы же говорим об этом так вот какой человек мог это создать метод такой ну конечно я потому что я добрый я отзывчивый я сопереживающие но вы тоже может быть такие же да но я наука это занимаюсь и поэтому я и метод такой состав может быть вы другой наукой занимаетесь но чем больше человеческих качеств вы туда чем больше душу вы вкладываете в картину в произведение в архитектурный ансамбль и куда вы вкладываете душу тем эффективность выше и доверие больше ну ладно друзья короче подбирайте приемы и развивайте у себя человечность и креативность до встречи пианист называется напомню перебирает да если вы хотите знаете но это октава октава это не изобретение человека дома это продукт слухового отбора там гармония там гармония это очень интересно потому что мы все во власти гармонии и здравый смысл очень нам нужно а беларуси я передаю привет и мои самые лучшие пожелания дай бог чтобы все было хорошо и у нашего в мире все чтобы хорошо и сейчас мои книги там будет какую науку надо вести чтобы генератор будущего именно с учетом человеческих качеств на всех лестницах карьеры человеческого роста привет